Ну и что, добро пожаловать в колебалку Игорь Николаевич. Давайте ему поаплодируем. Что я хотел сказать. Находилось в аварийном состоянии наш Дом культуры. 250 тысяч лей лично из правительства было направлено в наш бюджет. И благодаря этому сегодня мы перекрыли крышу Дома культуры. Ну и последняя помощь, которая была нам оказана, это миллион 20 тысяч на асфальт, который был в нижней части. Мы рады, мы рады за то, что у нас есть такая поддержка. Удачи вам, Игорь Николаевич. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, дорогие друзья. Во-первых, я очень рад, что я сегодня у вас и готов с вами пообщаться, ответить на ваши вопросы, которые я уверен, что вопросы есть. Господин товарищ мэр, господин товарищ уже сказал про некоторые хорошие вещи, которые нам удалось сделать, и в вашем селе тоже. Потому что когда я принимал решение, что нужно сделать хорошие дороги для всех, я так назвал программу. Почему я ее так назвал? Потому что есть населенные пункты, которые никогда не получали деньги для того, чтобы что-то ремонтировать внутри села. Потому что примар был от другой партии. И я принял решение в этом году всем, абсолютно всем селам, всем приборинам, чтобы минимум 1 миллион лень мы дали на ремонт дорог внутри села. И мы намерены эту программу продолжить и следующие 4 года. И вы понимаете, что если мэр будет знать, ваш примар будет знать, что на 4 года у него есть как минимум 4-5 миллиона лень для дорог, он будет планировать что, где и как делать. И мы эту программу обязательно сделаем на все возможное, чтобы ее продолжить. И вы видите, что мы эту программу сделали в этом году, очень непростой год. 2020 год вообще я считаю, что один из самых тяжелых из всех, которые были последние 10-15-20 лет. У нас и засуха, у нас и пандемия. У нас, к сожалению, были и другие наводнения в Гагаузии, и здесь в Львове тоже были в некоторых селах большие наводнения. Но в этом году, несмотря на все эти проблемы, нам удалось удержать ситуацию на контроле. Почему? Потому что мы работали в единой команде. Потому что президент, правительство, премьер, парламент, спикер работали в единой команде. Вы вас с вашим мэром встречались 2-3 недели назад. Мы помогли вашему селу. Вы видели наших представителей. Сегодня было сказано, что конкретная помощь была оказана вашим селе, нашей команде. То есть, первое, смотрите, вам помогали этот кандидат или другой? Помогал. Не верите тем, которые вам обещают. Сейчас очень многие обещают. Очень многие приходят во время ВБР и говорят, вот мы сделаем больше. И потом исчезают. А мы рядом с вами были все эти последние несколько лет. Мои представители были здесь, помогали, решали те проблемы, которые сталкивались. И второе, что важно, не разбрасывайтесь своим голосом. Есть там разные мелкие кандидаты, мелкие партии, не буду назвать их фамилии. Вы знаете. Веки попросил, кто реально имеет шанс победить на эти выборы. Потому что если мы не будем разбрасывать наш голос, есть реальный шанс выбрать президента в первом туре. И хотя бы сэкономить деньги, чтобы не было дополнительных затрат на второй тур, на 15 ноября. Поэтому вот эти три просьбы. Первое, все выходим на выборы. Второе, смотрим на каждого кандидата. Что он сделал конкретно для вашего населенного пункта. Какие программы запустил. И третье, не разбрасываемся голосом, лучше голосовать за того, кто имеет шанс, чтобы он выиграл с первого тура. Вы понимаете, что больше шансов у нас выиграть с первого тура. У других таких шансов нет. Субтитры создавал DimaTorzok и создавал Диму Игоря Николаевич. Один из которых проекта «Газификация», который в зале «Газификация» и «Газификация» и «Газификация», в конце концов, будет газификацией с просьбой за саду, которые мы ждали каждого из нас. Субтитры создавал Диму Игоря Николаевича. Так что очень благодарна тем, что мы очень благодарим за его влияние в этот проект. Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность пообщаться. Первое, что нужно сделать обязательно, это выйти на выборы. Просто у нас сейчас очень много вопросов от некоторых. Слушайте, может, не надо выходить, а стоит выходить. Я вас очень прошу, даже если вы подумаете, что тогда холодно, это будет 1 ноября, даже если темно, мы все выходим на выборы. Поэтому моя просьба ко всем вытащить за руку всех друзей, родственников, соседей и обязательно выйти на выборы 1 ноября. Мы в этом году впервые за многие годы нашли возможность и дали 300 миллионов лей аграриям для первой группы. Сейчас ищем, чем помочь им для второй группы. Да вот все эти направления, и сельское хозяйство, и пенсионерам, и дороги, и медикам увеличили зарплату с 1 сентября на 30%. По моей инициативе мы хотим удвоить зарплату. И школам помогаем, чтобы они не закрылись. Потому что я считаю, что если школа закрывается, у села будущего нет. Вот все эти инициативы мы запустили в этом году. Я считаю, что все это нужно продолжить. А для того, чтобы продолжить, у нас должна быть стабильность руководства. Редактор субтитров А.Семкин